Субтитры создавал DimaTorzok Она занималась расследованием дела Степанова и выяснила, что цепочка идет на самый верх. Таких людей посадить почти невозможно. Но у твоей мамы чувство самосохранения всегда затмевалось чувством справедливости. Ее вынуждали прекратить расследование, даже запугивали, даже дело уголовное завели. Но ее это, понятно, не остановило. Она собирала какие-то данные, куда-то ездила, кого-то опрашивала, каких-то свидетелей. И однажды не вернулся. Свидетель жил где-то за городом, там. На окраине деревни сгорел заброшенный дом. И в нем нашли тело твоей мамы. В общем, хоронили в закрытом гробу. А я опознал ее только по обручальному кольцу. Выяснили, почему он сгорел дом? Нет. За это дело потом никто не рискнул браться. Мила, никуда не ввязывайся. Если с тобой что-то случится, я этого не переживу. Я вообще сейчас все время в архиве привожу и диплом пишу. Вот и сиди в архиве. Сиди. Это самое безопасное место. КОНЕЦ 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 Да... Чего-то долгое... Как-то. Да. Они из больницы выписывают дольше, чем больницу оформляют. А у вас случайно бригада ремонтников на примете, нет? Нет. Я все сам делаю, своими руками. Я обычно тоже сам. А тут квартира проблемная попалась. Работы много. Ну, я и нанял ремонтников. А они... Запили, я помню. Да ладно бы, пили что-нибудь приличное, а то дрянь всякую. Все бригадой торванулись. Не знаю, что они там за антифриз глушили, конечно. Я так-то люблю сам тоже руками поработать. Но дела, работа, нет времени ремонтом заниматься. А солнечные батареи, знаете, такой бизнес. Только моргни, уже сразу конкуренты налетят. Я, если честно, думаю, что меня конкуренты сюда и упекли. Так вас сюда с сердечной недостаточностью привезли. Ну, правильно. А недостаточность от чего? Меня током шибануло, когда я в этой квартире проводку делал. А по образованию я инженер. И вот я все думаю, а как же так получилось? Очень подозрительно. Сычев Александр Григорьевич. А, это я. Документы на выписку готовы, пойдемте. Подождите, а я? А вы ждите. Ты видела? Ты видела? Он чуть меня не сбил. Ты просто дурак на дороге. То есть, сначала меня шибануло током. Теперь это машина. А ты, Кристина, все думаешь, что это случайности, да? Все, ничего, я не думаю. Все. Он хотел меня убить. Все. Швец, ты будильник не поставил? Я без будильника встаю. Я жаворонок. Ты не жаворонок, ты дятел. До управления ехать 40 минут. У меня 10 минут. На душ, на кофе. А кофе нет. Горячую воду отключили. Спасибо. О, Александр, снова вы. Здрасте. Да, снова здравствуйте. Вроде как и не расставались. Ну, что у вас еще случилось? Покушение. Буквально только что на пешеходном переходе меня пытались сбить. Вот жена свидетель. Александр, вот еще раз вам говорю. Мы занимаемся только состоявшимися убийствами. Так я о чем? Очень бы хотел, чтобы мое не состоялось. И, пожалуйста, не отправляйте нас в отделение по месту происшествия. Мы там уже были. Заявление они не принимают. Говорят, якобы нет состава преступления. Оно есть. Алексей Егорович. Оно есть, я в этом уверен. Здравствуйте. Здрасте, здрасте, милая. А вы что же, из больницы сразу на работу? Ну, я сейчас совещание проведу, вас проинспектирую и домой. Мила, а у меня для тебя дело есть. Мила Львовна очень хороший специалист, потомственный исследователь. Вот она и займется вашим делом. Александр Григорьевич считает, что его пытаются убить. И надо проверить его подозрения. Вообще-то я рассчитывал, что... Мила, я прошу вас давать мне ежедневный отчет о ходе расследования. Все, выполняйте. Есть. Значит, я еще раз вам повторяю. Все это произошло на пешеходном переходе. Водитель неожиданно вылетел справа. Он прекрасно меня видел и пытался сбить меня намеренно. Здрасте. Доброе утро. Что происходит? Самойла в пятнице дело дал. Надо было меня сначала спросить. И главное, что на этой машине не было номеров. И это не первый уже случай, когда меня пытаются убить. Первый раз меня шибануло током на моей новой квартире. А как вы думаете, кто бы мог это сделать? Да есть пара кандидатов. Геннадий, бывший муж Кристины. Он, кстати, мне угрожал. Саш, это на эмоциях было. Вот-вот. На эмоциях он мог меня и убить. Все никак не может смириться с тем, что Кристина теперь моя жена. А второй кто? Моя жена. Ну, бывшая Ольга. Мы с ней вместе бизнес начинали. Она работала у меня бухгалтером. Потом развелись. И она тут же открыла такую же фирму. Еще и клиентов у меня переманивает. А зачем ей вас убивать? Рынок тесный. Она сначала разработки у меня таскала и до сих пор таскает. Мы сейчас, кстати говоря, судимся с ней по поводу авторских прав. Ну, а если меня не встанет, так и клиентов у нее прибавится. И на суды тратиться не придется. Ага, я вас поняла. Напишите, пожалуйста, контакты Геннадия и Ольге. Мы во всем разберемся. Общи к своему Геннадию. Алексей Егорович, с возвращением. Спасибо. Шикарно выглядите. Ну, рассказывай, как вы тут без меня. Нормально. Работаем. Алексей Егорович, у меня вопрос. А что это у нас Мила Львовна саморасследование ведет? Она вроде бы под моим началом. А никто даже не предупредил. Ну, завелась. Присядь, остынь. Дело я ей дал, тренировочное. Пятницам нужна практика. Потерпевший этот Александр, нормальный мужик, хоть немного навязчивый. Надо ему помочь, выяснить все. Хоть и нет состава преступления. Да если состава нет, чему учиться-то? Ань, доказать, что преступлений не было, тоже хорошая практика для стажера. Спасибо. Подпишите, пожалуйста. Держите. Спасибо. Что же, я буду вас информировать о ходе расследования. Всего доброго. До свидания. До свидания, спасибо. Шикарный вопрос потерпевших. Все по учебнику. Как собираешься действовать дальше? По инструкции. Проверю обстоятельства дела. Потом поговорю с теми, кого подозревает потерпевший. Я могу номера машины пробить. Она без номеров. Я бы запросил записи с камер на перекрестке. Спасибо, коллеги, за заботу. Я все сделаю сама. А что это с МИ? Вы поссорились? С чего ты взял? У меня к тебе дело есть. Да. Не надоело ли тебе, Анна Михайловна, под моим чутким руководством работать? Мне друг позвонил из главного управления. Они там хорошего человека на хорошую должность ищут. Лучше тебя, вроде как, и предложить некого. Не, ну расставаться, конечно, с тобой жалко, но искрыть от тебя такие перспективы я не могу. Ну, Алексей Егорович, благодарю за доверие, но это... Да не боись, справишься. Там люди проверенные, освоиться помогут. Мне подумать нужно. Подумай. Только не долго. Ну, зачем мне это нужно? Он не настолько мне мешает, чтобы его убивать. Но он говорит, что вы переманиваете его клиентов и воруете его идеи. Хотите узнать об этом поподробнее, приходите на суд. Мой адвокат вам все расскажет. Ну, подождите, мне нужна ваша версия. Саша окончательно взорвался. Ему кажется, что это он придумал солнечные батареи. А я тоже могу их продавать, между прочим, имею право. А так он всегда не выдерживал конкуренции. Придется привыкать. А где вы были сегодня в 10.00? Бизнес-завтрак с иностранными партнерами. В ресторане вот этого бизнес-центра. А они могут это подтвердить? Они могут это подтвердить. Но мне бы не хотелось, чтобы вы к ним обращались. Потому что, простите, конечно, но от общения с органами всегда остается осадочек. А у меня сделка на нас. У меня бы этого не хотелось. Простите, я не могу вам этого обещать. Дайте, пожалуйста, контакты ваших партнеров. Как успехи? Здравствуйте. Ольга все утро была на встрече. Свидетели и записи с камер это подтверждают. А этот, бывшей жены? Геннадий? Он еще не вернулся из командировки, так что он тоже здесь ни при чем. Ну, почему ты решила, что они должны были сделать это собственноручно? можно нанять исполнителя, улететь в командировку, встретиться с бизнес-партнерами. Нужно найти того, кто был за рулем. Спокойно, пятница. Спокойно. Вот записи камеры с перехода. хорошо. Что скажешь? лица не видно, номеров нет. Спортивная машина, синяя, не новая, тюнингованная. Значит, нужно обзванивать тюнинг-ателье и отрабатывать всех клиентов. А, хорошо. Вы можете написать мне марку машины и название модели? Даже могу помочь обзвонить за тюнинг. Не, не, не надо. Спасибо, это я сама. Спасибо. Да, синий седан. Четверо человек заказывали тюнинг? Да, хорошо, мне нужны их контакты и данные. Да, я готова писать. Через А или через О? Спасибо большое. Да, спасибо, я записала. До свидания. Ты вообще домой собираешься? Да, мне... у меня немножко осталось. здрасте, вас беспокоят из уголовного розыска. Ну, потерпи еще немного, Крис. Буквально месяц и я ремонт закончу. Угу. Месяц назад то же самое говорил. Хорошо, что эти алкоголики хоть что-то доделали. Теплые полы постелили. Слушай, что-то мне часто этот джип стал попадать. если я сейчас не поем, я до утра буду голодная. Пошли. Нет, мне определенно этот джип не нравится. Иначе я съемка твоя, кстати, тоже. Саш, ты уже столик заказал. Пойдем, а. Подожди. Я пистолет купил. Саш, ты... Травматический. Разрешение не требуется. Подержи. А при близком расстоянии бьет не хуже, чем боевой. С ума сошел? Стой. Подожди ты. Саша! Эй, ты! А ну, уходи. Кена. Кен! Ты что, ты с ума сошел? Что? Слетишь за мной, да? Убить меня решит? У тебя крыша едет, ты больной. Это ты меня сейчас убить хочешь? А что ты здесь делаешь, а? Все, Саш! Как ты? Как ты сволочь? Мила, это Кристина, жена Александра Сычева. Помогите! Саша Гену хочет убить у него пистолет! Хорошо. Допустим, что в целях самообороны вы купили себе травматическое оружие. Но зачем вы напали на Геннадия? Я защищался. Он на вас не нападал. А это потому, что я не дал шанса ему напасть первым. Вы оружие у него нашли? У Геннадия не обнаружено оружие. Ни холодное, ни огнестрельное. Это потому, что он не успел подготовиться. и очень хорошо, что я застал его врасплох. Лучшая защита нападения. Слышали? Я слышала про статью 108 УК РФ. Превышение необходимых мер самообороны. превышение. 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 Он меня выслеживал, а я раскрою и обезвредю. и обезвредю. Ну, что там у тебя? Он как будто в другой реальности живет. или с диагнозом. Ему не следователь нужен, но психиатр. Вы, Максим Олегович, сейчас выражаете недоверие не только к моему подопечному, но и к Алексею Егорчу, который мне это дело поручил. Мила, научись доверять своей интуиции. Александр ни в чем не виноват. У него мания преследования или тревожное расстройство. В любом случае, это не по нашей части. А Самойлов поручил тебе это, потому что тебе нужна практика. как? Это он так сказал? Здравствуйте. Добрый день. Будьте добры, один капучино. Спасибо. Милая Львовна. Милая Львовна. Здравствуйте. Какие новости? Как Саша? Здрасте. Хорошо. То есть, нет, он, 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 все еще думает, что все сделал правильно. Прямый дурак. Я могу с ним поговорить? Да, только нужно будет оформить разрешение на посещение. Я надеюсь, что все обойдется и он отделается только легким штрафом. Да. Знаете, у меня в голове это не укладывается. Он раньше был такой спокойный, уверенный, адекватный. Я не понимаю, что с ним случилось. Может, это какие-то клинические изменения? Да, я хотела показать его психиатру. Теперь у меня, конечно, для этого больше причин. В общем, оказалось, что вне брака отношения намного интереснее. то у вас они вне брака, а Кристина вообще-то замужем. Я прошу прощения, но у нас тут не полиция, а нравов. Как вы думаете, почему Александр хочет вас убить? Сычев параноик. Он думает, что я за ним слежу и собираюсь его убить из жены. А вы не собираетесь? Зачем? У меня все хорошо. Личная жизнь играет новыми красками. Да и вообще, когда нельзя, то больше хочется. Но вы подрастете, узнаете. нарушение скоростного режима Добрый день. Добрый день. Но я... Полиция. Лейтенант Демин Иван Алексеевич. Узнаете машинку? Не знаю, номеров нет. А я знаю, что за нарушение скоростного режима полагается не только штраф, но и лишение водительских прав на длительное время, учитывая вашу манеру езды. Ладно, проезжал я там, но я его даже не задел. Вы знаете этого человека? Первый раз вижу. Я даже не успел его разглядеть. Это кто? Егор Викторович, ваша скорость на тот момент составляла 120 км в час. Два раза выше разрешен на том участке. Слушай, я за проезд плачу. Все штрафы у меня оплачены. В чем проблема? Ни в чем. Я проверю и проконтролирую, что вы все оплатили. А я думаю, этим ДПС занимается. А я у них волонтер. У Геннадия и Ольги на момент покушения алиби. Им мотивов для убийства не выявлено. Остается только водитель, но я пока не выяснила, кто это. Я нашел этого шумахера. Александр его не знает, сбивать не собирался. Я могла бы и сама это сделать. Спасибо, Вань. Еще версии? Ну, пока что версии больше нет. Пиши отчет. Закрывай дело. Вся группа уже этим занимается. Это перебор. Александр! Я вас поздравляю. Штрафы и исправительные работы в вашем случае это очень хорошо. В моем случае. В моем случае плохо все. меня пытаются убить. Вы меня не защищаете. Более того, считаете, что мне давным-давно пора в психушку. Да вас никто не пытается убить. Не все показалось. Нет, не все. Вы меня простите, пожалуйста. Я, наверное, не должна вам всего этого говорить и вообще это не мое дело, но Геннадий оказался около вашего дома не просто так. он ждал Кристину, потому что у них возобновились отношения. А вы не боитесь, что я сейчас пойду и убью этого гада? Александр, пообещайте мне, пожалуйста, что вы ничего не будете делать. Обещаю. Спасибо вам большое. Даже как-то легче стало. А как же легче? Вас же предали. Это легко лечиться. Разводом. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Сейчас, Мил, я тут быстро разберусь, наверное. Папа, я же правда таким ребенком выгляжу, да? Нет, ты выглядишь прекрасно. Что за вопрос? Влюбилась, что ли? Наконец-то? Да нет. Меня на работе никто всерьез не воспринимает. Ни коллеги, ни подозреваемые, ни потерпевшие. Никто. Ох, милая, милая. Кто не Кто? КОНЕЦ А что, если я уйду из-за дела? Это такое завуалированное предложение руки и сердца. Очень смешно. Что? Нет, ты не угадал. Ты не будешь скучать по мне на работе? Так, на работе я работаю, а скучать ты мне дома не даёшь. Самойлов предложил мне место в Главном управлении. Ну, так это само проведение, а то мне всё время как-то неловко встречаться с начальницей. Мне помочь тебе принять решение. Так, это обсудили, это решили. Мила. Да. Ты закончила с Александром Сычёвым? Дело закрываем? Да, я сегодня допишу отчёт. Вы были правы, состава преступления там нет. Ну, вот и хорошо, что нет. Значит, Александр Григорьевич может жить спокойно. Жду отчёт. Извините. Простите. Это Кристина и жена Александра. Я могу ответить? Алло. Да, здравствуйте, Кристина. Что случилось? Следов удушения нет, никаких ран на теле. И какая твоя версия смерти? Надо вскрытие делать. Вы обнаружили тело? Да, да, у нас с ним сегодня должно было быть очередное заседание суда. Он не явился, он вообще никогда не пропускал. Я стала ему звонить, не дозвонилась, позвонила Кристине и… Мы вчера поссорились. Я ему звонила ночью, утром трубку не брал. Я знала, что он на этой квартире. И когда Ольга мне позвонила, мы сюда пришли. А тут… тут он лежит. Спасибо. В желудке яда нет. Всё чисто. То есть, Александра не отравили? Отравили. В крови себе накадмий. А ты говоришь, на теле следов укола тоже нет. Откуда яд? Мыслим шире. Отравить можно через дыхалку. Испарениями. Так, там в квартире ещё ребята-криминалисты работают. Нужно их предупредить. И специалистов по тяжёлым металлам подключите. А откуда могут быть эти испарения? Ну, это уже вопрос к вам. Узнаете, сообщите. Мне не само интересно. Если у нас что-нибудь появится, мы вам обязательно сообщим. Спасибо Жеку. Поехали. Будьте здоровы и веселы. При высшем уровне селина, кадмия и ещё некоторых веществ. Где-то должен быть всплеск излучения. Но источник пока не найден. То есть, вы предполагаете, что источник где-то может быть в вкладке? Возможно. Давайте снесём стены и пол скроем. Мила Львовна, спокойно. Разнести квартиру мы всегда успеем. Вы продолжайте пока поиски со своим оборудованием. Спасибо. Надо всё-таки соседей опрошивать. Может кто-то что-то... Пятница! Мила Львовна! Здравствуйте. Мы знакомы? Ещё как. Я Гоша. Гоша Самойлов. Не помнишь? Здравствуйте. Я бы вас никогда не узнала. Ещё бы столько лет прошло. А ты стала такая взрослая. Серьёзная. А помнишь, как ты лягушек ловила и на качелях их качала? Ну, то есть, я ловил, а ты руководил. А у вас было бурное детство, мила Львовна? Швец Максим Олегович. Георгий Самойлов. Наши семьи просто дружили. Снимали некоторое время одну дачу на две семьи. Постойте, так вы сын шефа? Да. А ещё я занимаюсь химической радиационной безопасностью. Я понял, откуда ноги растут. Георгий, скажите, как вы думаете, как так могло произойти, что рабочие жили в квартире целую неделю, а у них всего лишь лёгкое отравление. А Александр переночевал одну ночь и... умер. Это любопытно. Пока не могу сказать, но обязательно выяснит. Ладно, пойду работать. Счастливо. Рад знакомств. До свидания. Оказывается, вы могли стать повелительницей лягушек, а? Если меня выгонят исследователи, я обязательно об этом подумаю. Ну. Итак, у кого был доступ к квартире? У Ольги, у Кристины и у рабочих? Ну, рабочих я бы исключил. Зачем им убивать Александрова? У них мотива нет. А, убили Сашку. Да что же это? Вот всегда эта квартира нехорошая была. А теперь ещё и убийство. Да вы не волнуйтесь. А почему квартира нехорошая? Да кто ж её знает? Может, её заговорил кто? Может, ещё что? Да я в этой всей магии вообще ничего не понимаю. Только вот кто в эту квартиру въезжал, обязательно начинали болеть. Кто раком и инсультом. Кто ещё чем-то. Скажите, а кто жил в этой квартире до Александра? Тут в этой квартире коммуналка была. И потом один жилец, Максим, он квартиру выкупил и стал сдавать по одной комнате. Потом ему видно, это надоело. И он продал этому гаримычному. Да, я продал квартиру, чтобы купить дом за городом. Ничего противозаконного. Продавал через агентство и всё чисто. Мы вас ни в чём не обвиняем. Скажите, как вы получили квартиру? От тётки. Ну, только не квартиру. Сначала комнату. Потом постепенно выкупил остальные. Рассказывайте. Про тётю. Тётя как тётя. Бездетная. Одинокая. Выпивающая. Работала уборщицей в НИИ. Потом её оттуда турнули. Мне кажется, несправедливо. Там ещё было одно громкое дело. Её таскали в суд в качестве свидетельницы. Она ужасно переживала и в итоге как-то очень быстро умерла. А как звали тётю? Василиса Михайловна Поленова. Будет над чем поработать в архиве. Эх, Василиса, ну что за человек. Кинула ведро прямо на дороге и не убралась. Обиделась, видите ли, что её уволили. Осторожней, не испотнитесь. А ведь в нашей сфере даже уборщица должна что-то понимать. Что произошло? В кабинете убиралась, задела ведро с водой. Угробила процессором, между прочим, очень дорогой. Мы хотели с неё штраф взять, а она раскандалилась за входом. Слово за слово и ушла. А мы, между прочим, все виноваты. Вот здесь проходите. Вот так он и лежал здесь, когда его нашёл. Савва, Савелий Егорыч. Доктор наук. Светоч института. Все разбежались кто куда. Кто в бизнес, кто за границу. А он продолжал творить у нас. Не предал науку. Сорок лет всего лишь в мае исполнилось. Предварительная причина смерти – остановка сердца. Проблемы сердца у него ещё с института были. Кардиостимулятор стоял. Пять лет назад прооперировали. Электрошокер. Самодельный, с повышенной мощностью. Почему такие выводы? Обычным шокером не убьёшь. Сердце не всегда останавливается. Даже с кардиостимулятором. А убийце нужен был результат. Нам придётся опросить всех сотрудников института. Кошмар. А это такой творческий беспорядок? Да нет, что вы. Савва был очень аккуратным человеком. Педантичным до вредности. Значит, искали что-то. А с ним кто-то ещё работает? Вот стол Андрея Горчилина. Кандидат в науку в докторскую пишет. Тоже Светоч? Он башковитый, но до гения ему далеко. У него такой, знаете, практичный ум. Сразу видит где, что, куда можно применить. Где заработать денег. Поговорить с ним можно? Он сейчас в отпуске, но вернётся через неделю. О боже. Сплав пропал. Совместное изобретение Савва и Андрея. Из драгметаллов? Это полупроводник. Грандиозное изобретение может вывести современную науку на совершенно новый уровень. Расскажите о конфликте Андрея и Савелия. Это было на прошлой неделе. Андрей, давай закроем тему американцев. Я уже сказал нет. Почему? Почему нет? Это гигантские деньги. Можно машину купить, квартиру. Да всё что угодно. Квартира у меня уже есть, а машина мне не нужна. А мне нужна. А мне нужна. Из своей халупы я хочу переехать. Нормальное место. Хорошо, переезжай, но почему за мой счёт? Сав, ты, прости, ты серьёзно думаешь, что такое исключительное, да? Ты можешь понять, что кто-то сейчас, в тот самый момент на планете Земля работает над точно таким же сплавом. Если американцы его не купят у нас, они купят его у них, и мы останемся у разбитого корыта. Это такой шанс даётся один раз в жизни, ты понимаешь о меня? Андрюша, я прошу тебя, не надо размениваться по мелочам. Наша разработка стоит гораздо больше. Я тебе обещаю, что когда-нибудь мы ещё за неё получим Нобелевку. А я не хочу когда-нибудь. Я не хочу когда-нибудь. Я хочу жить нормально сейчас. Да. 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 Андрей Геннадьевич, это вы убили Ивантьева? Разумеется, нет. Почему разумеется? У вас был мотив. Вы хотели продать сплав американцам. Ивантьев был против. Вы убили Ивантьева и украли сплав. Сплав украл дурак, который не знает о его свойствах. Я, как вы понимаете, тип дураком быть не могу. Какие свойства? Поясните. Сплав должен храниться в лабораторных условиях. Он токсичен. Содержит селен и кадмий. Нельзя трогать руками. Нужно соблюдать температурный режим. Нельзя нагревать больше двадцати пяти градусов. Можно головой тронуться. Здоровье повредить. Ищите того, кто украл сплав, он и убил Савелия. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И все-таки где вы были в момент убийства Савелия? Между шестью и восьмью часами вечера. В автосервисе. Машину ремонтировал, двигатель барахлет. Сами не чините? Пробовал. Но у меня японка. Она старая, но автомат. В автомат я лезть не хочу. Это не моя область и халтуру не люблю. Мне нужен адрес и телефон вашего автосервиса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый день. Из уголовного розыска. Здравствуйте. А что случилось? Скажите, вы видели этого человека вчера? Андрей, кажется. Да, у него автомат японка. Да он был. А долго ремонтировали его автомобиль? Да, полдня ушла. И с подрубками долго. И масло поменял. И под капотом все помыли до близко. А он что, все это время здесь сидел или отлучался? Да он сидел. Все расспрашивают, как машина, что, где, как устроено. А мне-то что? Я всем расскажу, покажу. Мне это не жалко. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 -"Здравствуйте, Лидия Николаевна. -"Здравствуйте, Сергей Степанович". МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Вчера на посту охранника не было, сегодня пусто. Почему?" -"Крышевать бизнес выгоднее, чем охранять, никому не нужны ни им". -"Государству ныне мы не нужны. Зарплаты копеечные". Вот поэтому никого и нету. И то хорошо, что хоть не закрыли, как остальных. Значит, в институт мог пройти кто угодно. Теоретически, да. Но практически это никому никогда не было нужно. Вы считаете, что Савелью убил кто-то со стороны? А вы как считаете? Я не знаю, что думать. Но представить, что кто-то из моих сотрудников мог это сделать, я не могу. Не могу. Сергей Степанович, здравствуйте. Добрый день. Вот, Лидия Николаевна Романова, следователь из уголовного розыска, расспрашивает про Савелья. Я к вам буквально на секунду тоже по поводу Савелья. Вы хотели написать некролог? Вечером принесу. Хорошо, спасибо. Я буду очень ждать. Шустрый парень. Деловой. По-английски, как на родном чешет. Международные связи организовывают с американцами. Так вы считаете, что никто из ваших сотрудников не мог убить Ивантьева? В душе ученого кипят страсти, но это глубоко внутри. А внешне это всегда сдержанные люди, даже холодные. Такой, как модно сейчас говорить, психотип. Так вы думаете, его убил кто-то чужой? Да не мог никто из наших его убить. Я думал об этом. Савеля убили не из-за сплава. Так почему же сплав пропал тогда? Потому что я думаю, что Савелий сам его спрятал, чтобы Андрей Горчилин за его спиной не продал американцам. Лидия Николаевна, осмотрели квартиру Ивантьева, сплав не нашли. А дачи и гаража у него не было. Значит, все-таки украли сплав. А он жил один? Да, один. Кстати, интересная деталь. На двери квартиру два замка. Верхний высверлен. И он не работает. А кто сверлил? Павел и Надежда Ивантьева? Да. Майор Романова. Уголовный розыск. Вы по поводу Савелия. Скажите, когда вы виделись с ним в последний раз? Я на прошлой неделе заезжал, а Надя не знаю. На твой день рождения, наверное? Весной это еще значит. А что такое? Вам с братом от матери досталась квартира в равных долях. При этом вы всей семьей живете в однушке. А он один в просторной двухкомнатной квартире. Иди, сынок, поиграй. Знаете, много места надо, когда ты живешь один. Когда у тебя семья, ребенок малый. Тут хоть во дворце живи, все равно один не останешься. Это точно. В однушке даже удобнее. Ребенок всегда на виду. Плюс у нас здесь детский сад во дворе. Работа в дух остановка. Да, мы с Надей здесь уже восемь лет живем, как поженились. А Савва с мамой остался. Он ходил за ней, пока болел. В общем, все на нем было. Так что в каком-то смысле даже справедливо, что квартира ему досталась. А он рассказывал про сплав, который разрабатывает? Сплав? Нет. Да он вообще о своей работе ничего не говорил. Он считал, что мы ничего не поймем. В принципе, это так и есть. А что за сплав? Его украли из лаборатории. Сплав токсичен, опасен для здоровья. Что такое? Вам плохо? Что с вами? Отравились? Нет, нет. Беременны. С двумя детьми уже будет тесновато в однушке. Знаете, мы эту квартиру хотели разменять на большую с доплатой. Денег подкопили. Потратим все на улучшение жилищных условий. Простите, у меня запись в консультацию. Если вопросов больше нет, мы пошли. До свидания. Кто там? Откройте уголовный розыск. Добрый день. Добрый день. Прости. Вы мне не поможете? Ну, попробую. Скажите, знаете, кто высверлил замок в квартиру Ивантьева? Знаю. Это Пашка, брат его. А что произошло? Да что произошло? Квартира-то общая, а Савелья ее оккупировал и не делится. Ему, видите ли, удобно в институт ездить отсюда. А родственники, типа, пусть лесом идут. Ну вот, Пашка терпел-терпел и не выдержала душа поэт. Слушай, Паша, уходи отсюда, или я сейчас тебя с лестницы спущу. Не имеешь права, это и моя квартира тоже. Хочешь жить здесь, живи. А продать маме квартиру я тебе не дам. Ты издеваешься, что-то? А, у тебя совесть есть. Все, разговор окончен. Хорош драться, мужики. Милицию вызывали? Не, в тот раз нет, а вчера пришлось. А вчера что было? Ну, вы же про замок спрашивали. Вот. Когда Савелий на работе был, Пашка приехал. Ну и давай тут дриллю шуровать. Вот, я участковый позвал. В котором часу это было, помните? Да, в шесть. Как раз хоккей повторяли. Как раз Савелия убивали. Лизия Николаевна, опросили всех сотрудников НИИ, никто ничего не видел, не слышал, не знает. Либо в кабинетах своих сидели, либо уже ушли с работы. Но, лаборантка видела, как в кабинет Савелия заходила Надежда, жена Павлова. Брата Савелия? И как вы думаете, когда это было? Ну не томи. Около шести, в начале седьмого. Надежда, а я к вам. Что вы делали в институте в день убийства Савелия? Пришла поговорить по поводу квартиры. А почему же сразу не сказали, что виделись с ним? Не хотела, чтобы Паша знал. Он вообще был против всех этих квартирных расприй. Почему же против? Он даже пытался вскрыть квартиру брата. Что? Когда? В день убийства. Когда вы были у Ивантьева в институте. Я этого не знала. Смешно. Он не знал про вас, а вы не знали про него. Почему же он мне тогда ничего не сказал? Очевидно, потому что его переговоры зашли в тупик, а ваши как прошли? Мне удалось достучаться до Савы. Он обещал подумать насчет размена квартиры. Ну, теперь менять ничего не надо. Он убит, а ваш муж единственный наследник. Это вы убили Савелия? Что? Нет, конечно, нет. Убийство произошло между шестью и восьмью часами вечера. В шесть тридцать. Вы заходили к нему. Есть свидетели. Но это не я. Это не я. У меня ребенок. И второй скоро будет я. Я не могла никого убить. Вы не верите мне? Поверьте мне. Прошу вас. Витя, покажи ко мне вещдоки с места убийства Ивантьева. Вот так она лежала на столе, когда мы его нашли. Возможно, он кому-то звонит перед смертью. Маслов Геннадий Андреевич? Да. Майор Романова, уголовный розыск. Геннадий Андреевич, предположительно, вы последний, с кем разговаривал Савелий перед смертью. Расскажите, о чем шла речь? Савелий хотел посоветоваться по поводу квартиры. Я недавно с тещей разъезжался, то есть опыт у меня был. А Савелий с братом решили квартиру поделить. Это он вам сам сказал? Да, у его брата ожидается пополнение, как я понял. Савва был далек от всех этих приземленных вещей, ему нужна была помощь. Особенно с таким масштабным проектом, как продажа квартиры. Помогли? К сожалению, в тот момент занят был. Здравствуйте. И договорились завтра созвониться, а на завтра уже. Понятно. А вы знаете уборщицу, которая до вас в этом крыле убиралась? Ну конечно знаю. Василиска. Нас же только двое на весь институт-то было. А сейчас вот я одна, за двоих отдуваюсь. А где живет, не подскажете? Кто там? Уголовный розыск. Здравствуйте. Майор Романова. Проходите. Я к Василисе Михайловне. Ну я Василиса Михайловна. А что случилось-то? Я занимаюсь делом Ивантьева Савелия Егоровича. Знаете такого? Ну слыхала. Только я здесь при чем? Меня выперли еще до того, как его убили. Можно? Присаживайтесь. Из-за чего вас уволили? Не знаю, испортила я там якобы чего-то. Якобы? Да по мне только искали полу, чтобы турнуть. А что, институт нищий, каждая копейка на счету. Зачем вам две уборщицы? Хватит ты одной. В день смерти Ивантьева, в котором часу вы ушли из института? Ну, может в пять, полпятого. Что можете рассказать о сплаве? Разработка Ивантьева и Горчилина. А? Нашли у кого спрашивать? В этих штуках я вообще не разбираюсь. Василиса Михайловна, сплав ядовитый. Очень вреден для здоровья. А мне-то что? Может вы видели, слышали что-нибудь подозрительное? Ничего такого. А почему я должна была что-то видеть или слышать? В день вашего увольнения, когда погиб Ивантьев, вы оставили ведро и швабру рядом с его лабораторией. Предполагаю, что там вы и закончили свой рабочий маршрут. Ну? Может, видели? Как к нему кто-то входил? Или слышали какой-то разговор в лаборатории? Слушай, ничего я не видела и не слышала. Сказала только этому аглоеду за вход, все, что я о нем думаю, и ушла. А пока до дома дотелепалась, уже семь часов стукнула. А если вы мне не верите, так у меня этот есть, как его, алиби. Коль! Коля, иди сюда, быстро! Коль! Здрасте. Только, понимаешь, заснул. На том свете поспишь. Вот давай скажи, когда профессора убили, я дома была. Ну, была. Пришла злая, как собака. Все, хотела весь институт подорвать. Ты чего несешь-то? А чего такого? Это ж правда. Хотела подорвать весь институт. А потом, понимаешь, как-то говорится, горе залила. А вы кем приходитесь, Василисе Михайловне? Друг это мой. Сожитель. Ясно. Нет, а чего ясно-то? У меня еще доказательства есть. Вон соседи сверху ремонт делают. Так вот в тот день штукатурка от потолка отлетела от их долбежки, и прямо мне в суп. Вон, полюбуйтесь. Коль, скажи. Точно, ходила. Понимаешь, скандалила с ними. А соседи вам тоже скажут, что она дома была. Вот. Вы проверьте. Проверим. Обязательно проверим. У вас сигаретки не найдется? Угощайтесь. Спасибо. Все равно я бросила. До свидания. Витя, а я не знала, что ты машину купил. Ну да. Пару дней как. Как я ее искал, Лидия Николаевна. А жену так не ищут. А что так-то? Слишком большой выбор? Слишком большой выбор мошенников. На любой вкус. Одни про бег скручивают, другие про ДТП молчат, третий вообще в угоне. Они как думают, если двигатель помыли, все, значит машина как новая предпродажную подготовку прошла. И можно впаривать кому угодно. А что, мойка двигателя входит в предпродажную подготовку? А вы не знали? Машину мыл, фары полировал, менял масло. Скажите, это было похоже на предпродажную подготовку? Да, так и оно было. Он говорил, что продать хочу и сделай мне красиво. А зачем хотел продать, не сказал? Да вроде, ну, хотел купить новую. И, ну, деньги появятся, куплю. А что же вы у него сам спросите? И его спросим. Боря! Салам! Давно ты не был у нас, брат. Да, давно не был, точно. Только я не Боря, друг, я Федор. У вас машина одинаковая. Ну, я спутал. Извини. Так вы людей по машинам узнаете? Это у него профессиональное. Тут все привыкли. Нет, ну понятно, она пересматривает алиби Андрея. Ну да, тем более, что из всех подозреваемых только у него был значимый мотив убить Савелия. Да, это я вывел Андрея и Савелия на американцев. А в чем проблема? Американцам нужны технологии, нам деньги. Проблема в том, что Савелий мертв. И вы обеспечили убийце алиби. В соседней комнате сидит Андрей Горчилин и пишет чистосердечное признание. Не боитесь опоздать? А я понял. Это теория игр. Классическая дилемма заключенного, я ее знаю. Два преступника попались на преступление, милиция предлагает сделку. Каждый должен решить молчать или свидетельствовать против другого. Кто не знает, кто как поступит. Дилемма быть в сговоре или сдать напарника. Верно? Денис, это не игра. Вы соучастник убийства, вы это осознаете? Давай, 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 давай. Крути. Стоп. Давненько у вас тут не был. Узнаешь? Андрей. Вот это память о тебя уважаю. Помнишь, что с моей машиной делал в прошлый раз? Да. Да о чем вы говорите? Вам же все сказали, я в сервисе был. Ну хватит, хватит, Андрей, успокойтесь. Денис дал признательные показания. Какие? Он что убил Савелия? Как он мог? Я знаю, что вас подменили в автосервисе, а автомеханик плохо различает славянские лица. Ладно, фиксируйте чистосердечное признание. Андрей, это открытие. Это то, чем будут гордиться наши дети. А ты хочешь америкосам продать? Тоже мне патриот. А о каких детях ты говоришь? Ты на что их воспитываться собрался? Сав, к тебе же ни одна баба не подойдет. Ты же нищий. Ты никто. Ты понимаешь это? Ты никто. Это ты никто. Уходи отсюда, Андрей. Уйди, я прошу. Он не оставил мне выбора. Он уперся, как баран. Я знал, что у него кардиостимулятор стоит. Один разряд шокера и все. Шокер сами сделали, так? Покупной слабоват. Мне надо было наверняка. Я же все рассчитал, да все. И способ убийства, и алиби, и шокер этот разобрал по частям, выбросил. Все должно было получиться. Когда и кому вы продали сплав? Мне нужны имена, адреса, телефоны. Нет сплава. Нет, не нашел я его. Этот гад хорошо его спрятал. Ты же после смерти не дал мне денег заработать. Поверьте, если бы я нашел сплав, мы бы тут с вами не разговаривали. Значит, убийцу нашли, а сплав нет. Ну да, и у Василиса нет точной причины смерти. Умерла до окончания дела. Возможно, она истощила сплав. Да? Почему? Весь институт знал о том, что образец ценный. Она тоже наверняка слышала. Ну да. И она женщина простая, могла про ценность буквально понять. Да, и унести его прям голыми руками в сумке. Тогда вопрос, куда она его делала? Максим Олегович, может, все-таки демонтаж стен? Ну, чтоб наверняка. А может, все-таки для начала опросим его сожителя. Но вдруг он знает, куда она его спрятала. Может, она ему рассказала? Рассказала. Понимаешь, когда Ваську уволили, она так разозлилась, что решила с паршивой овцей хоть шерстью клок. Она знала, что сплав этот драгоценный, и можно продать за большие деньги. Вот она и тиснула его, когда никого не было в лаборатории. Выкинь-то эту дырянь от греха подольше. Если мы с ней засветимся, на нас, понимаешь, еще и убийство повесит. Мы не засветимся. Сейчас все это дело угомонится, и мы толкнем этот сплав. Кому это ты толкать собралась? Кому угодно. Мало у твоего ларька клиентур, что ли? Я свою точку палить не буду и не думай. Да ты что? Коль, ты же сказал, что поможешь. Я же не знал, что там труп нарисуется. И потом, у меня бизнес другого профиля. Одно дело телефоны и радиотехнику перепродавать, а другое дело вот эти вот ваши металлы. Да какая хрена разница? Что то, что то краденое? Я сказал, нет. Выкручивайся сама, как знаешь. Меня не впутывай. А куда он девался, я не знаю. Получается, она не знала, что сплав токсичен. Понимаешь, вот та следователь, которая колола Ваську, она говорила, что сплав вредный, от него можно умереть. Но Васька не верила. Она думала, что на понт берут, чтоб вернуть сплав. Из-за этого сплава она так скоро умерла. У вас все? Да, идите. Я пошел. Помните показания Андрея Горчелина? Агрессивность токсичных испарений повышается при нагреве сплава. Надо токсикологам сказать про теплые полы. Пусть включит и проверит еще раз. Прибор готов к работе. Мощность дозы 1000 микрорентген в час. Товарищ капитан, давайте я здесь пол пускрою. Мощность дозы 1000 микрорентген в час. Внимание! Опасны для жизни. Превышение порога дозы. Результат выше предела измерения. Прибор выключен. Мощность дозы groups не пом на callи. Происменты банановuren Wardan в час после носова. Пусть баррикfit не готовит пускайся. Результат робот мастер замкнув токсичные масла без нажимки в desires. Похожую стрелку. Победу, голубки для супilled дерева. Отпускай пленку в курорт средство напряжения. В этом узле суперреком печень. Я все-таки не понимаю, как рабочие, делая ремонт, не нашли этот сплав. Да, это загадка, делать капремонт и не найти вот этот сверток. А Александр пришел, включил теплые полы и сам себя убил. Когда мы там были, полы не грели. Значит, их кто-то выключил? Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Владимировна, вы задерживаетесь по обвинению в убийстве своего бывшего мужа, Александра Георгиевича Сычева. Вы что, с ума сошли? Прораб, который участвовал в строительстве квартиры на начальном этапе, дал показания. Вы появлялись там почти каждый день. Ну и что? С Кристиной ваш муж на тот момент еще не был знаком. А вы там могли сделать все, что угодно. Так, я звоню своему адвокату. Да, проедем с нами, там вам будет удобнее. Мы обязательно во всем разберемся. Что вы трогаете меня? Я от вас никуда не убегаю. Присаживайтесь. Аккуратно. Готова к допросу? Я готова помогать допросу. Пятница, ты это дело распутала. Ты должна поставить точку. Сама. А вы будете помогать допросу? Спокойно, я буду рядом. И помогу, если что. Давай, вперед. Я думаю, вы понимаете, о каком сплаве идет речь. Я не буду говорить без своего адвоката. Ваш адвокат за границей. А пока мы ждем общественного, я рекомендую вам отвечать на все вопросы. Ну, хорошо. Вы все равно ничего не докажете. Потому что доказывать нечего. Ну, почему же? В браке с Александром вы купили квартиру. Он доверил вам вести ремонт. Вы наняли бригаду. И рабочие нашли в нише стены сплав. Вы отнесли его на экспертизу и выяснили, что это уникальное и очень токсичное соединение. Особенно при нагревании. Ты что, не сказала об этом Саше? Ну, как вы себе это представляете? Ну, вы были на грани развода. Он отказывался делить с вами бизнес. И вы решили его убить. Тогда я наняла бы киллера. Вы, женщина, очень умная и хорошо все просчитали. Ничего не сказав Александру, вы спрятали сплав в квартире. И установили полы с подогревом. А дальше вы привели свои планы действия. Вы узнали, что Александр ночует в новой квартире. Пришли к нему. Незаметно включили теплые полы. И сплав его убил. На вас бы никто не подумал. Бред. К вам пришли очень серьезные клиенты. Предложили хорошую сделку. Это такой шанс. А вы из судов не вылезайте. Все, с мужем разработки делите. Вы решили ускорить процесс. А у тебя здесь ничего. Очень даже симпатично. А ты зачем пришла? Мириться. Ну что мы с тобой в самом деле? Бизнес делим. В суде. Адвокатов кормим. Давай просто помиримся, договоримся. Тебе все региональные клиенты, а мне московские. Оль, ты же прекрасно понимаешь, что дело не в клиентах. Дело в том, что все это придумал я, а ты просто хочешь разжиться на моей интеллектуальной собственности. Значит, не договоримся. Конечно, не договоримся. Завтра. Судье. очень жаль. Саша! Саша, ты здесь? Сашенька! Саш! Саша! Сашенька! Саш! Саша! Саша! Он умер, Кристина. Да. Все, вставай. Давай. Тихо-тихо-тихо. Звони в скорую. В полицию. Звони. Давай-давай. Милая любовна, Саша умер. А вы детектива писать не пробовали? У вас был мотив и возможность. Я его не убивала. То есть вы утверждаете, что ничего не знали о токсичности сплава? Вот результаты лаборатории московского НИИ. Сделаны год назад. Помните? Почему я должна помнить? Потому что экспертизу заказали вы. Вот ваша подпись. Алло. Мила, привет. Это Гоша. Отец дал твой телефон. А, привет. Неожиданно. Я просто тут шкаф разбирал. Нашел фотки семейных дней рождений. На многих из них есть ты. Я подумал, может быть, как-то передать тебе этот альбом. А приходите сегодня к нам в гости. Вместе и посмотрим. Вот это да. Как-то я незаметно в гости напросился. Значит, можно сегодня? Нужно. Я сейчас адрес скину. Ждем. Да, Мила. Алло, пап, привет. Слушай, к нам сегодня в гости придет Гоша Самойлов. Помнишь такого? Ты не против? Да помню, конечно. Но не уверен, что я успею к его приходу. А ты где? Я в парке, Мил, в парке. А где же еще там? На тренажерах? Ну, конечно. Это все, пока. Мне пораздувать. О, пап, подожди. Я ключи забыла. Ну что, надумала? Пойдешь на повышение? Избавиться от меня хотите? Ну вот еще. Просто смотрю я на вас с Максимом. И понимаю, что в одном отделении ваши отношения долго не протянут. А жалко. Красивая вы пара. Что так заметно? Соглашайся, Ань. Тебе здесь и расти уже некуда. Разве что на мое место. А я пока на пенсию не собираюсь. Ну, вот и молодец. Ну, вот и молодец. Ну, вот и молодец. Папа! Раз, два, три! Представляете, сказал, что пошел спортом заниматься, а сам в шахматы играет. Шахматы тоже, спорт. Ему врач прописал побольше двигаться, а он… вот, понимаете… Эй, стоп! Гоша, а она что с тобой, новой? Ну-ка, доставай альбом и покажи ей, как она когда-то была с тобой на «ты». Приказным тоном, между прочим. Вот. Здесь юная Мила Львовна собирается сорвать яблок. А вот еще. А, это я помню, да. Мила заявила, что теперь фотографировать будет только она. Да, интересный ракурс. Да, припоминаю. Подожди, Гоша, тебе тут семнадцать исполнилось? А мне тогда сколько было? Пять лет? Нет. Шесть с половиной. А почему тогда здесь мама? Ее же уже год как не было в живых. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok